МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всех приветствую! На сегодняшнем обзоре просто потрясающая работа 2011 года «Шепчущий во тьме» режиссера Шона Брэнни. Предыстория создания фильма началась еще в 2005 году, когда Эндрю Лемман и Шон Брэнни, два почитателя творчества Говарда Филлипса Лавкрафта, сняли фильм по мотивам его произведения «Зов к Тулху». Кинолента была выполнена в стилистике немых картин 20-х годов. Успех фильма был просто ошеломляющим для любительского кино. Куча фестивалей и, по крайней мере, четыре главных приза. Водушевившись успехом, Шон и Эндрю засели за сценарную адаптацию другого произведения Говарда Лавкрафта «Шепчущий во тьме». Работа над фильмом заняла несколько лет, а также прилично опустошила карманы любителей кинематографистов на 350 тысяч зеленых. Но по успеху своей прошлой картины парни были уверены, что затраты на фильм все же окупятся. Снимать решили вновь в черно-белом цвете, но уже в стилистике фильмов 30-х годов, со звуком. По заверениям режиссера, черно-белый фильм давал преимущество в том, что режиссеру в принципе не нужно обращать внимание на цвета, присутствующие в кадре, и это очень экономно. Кинокартину на этот раз ставил сценарист Зова Ктулху, Шон Бренни, а Эндрю был на подхвате. Как разумеется и все более-менее удачные экранизации Лавкрафта, оригинальный текст был переработан и изменен, так как по своей сути произведения Говарда Лавкрафта не могут похвастаться своей динамикой и экшеном. И то, что с успехом прошло в картине Зов Ктулху, не прокатило бы во второй раз. Были добавлены некоторые персонажи и действия, которые в принципе не портят общей картины, и сюжет придерживался оригинала. Напомню, в кинокартине показана переписка Генри Экли, ученого, который проживает в своем доме в штате Вермонт, близ таинственной Черной горы. Генри Экли переписывался с Альбертом Уилмартом, преподавателем литературы Мискатоникского университета. Также Уилмарт являлся страстным собирателем фольклора. Переписка между двумя людьми становится все более интересной. В ней Генри Экли приводит неопровержимые доказательства присутствие в местности, где он проживает, неких чудовищ внеземного происхождения. Вскоре ряд таинственных и необъяснимых событий вынуждает Альберта Уилмарта отправиться в Вермонт к Генри Уикли. Все, кто читал это произведение, знают, с каким внеземным кошмаром столкнется разум литератора и фольклориста в горах Вермонта. Кинокартина сюжетно дополнена новыми действиями, и все это в целом производит очень приятное впечатление. Безысходность и отсутствие хэппи-энда в картине уже, как само собой разумеющейся в экранизациях Лавкрафта. Несмотря на скромный бюджет, создателям удалось привлечь гримеров и специалистов по эффектам, работавшим на таких проектах, как «Хижина в лесу», «Стартрек», «Рассвет мертвецов», «Байки из склепа», «Особь 2» и других. Ну, естественно, все это были не ведущие специалисты, а их, скажем так, помощники. Но для кинокартины стилизации под ужасы 30-х годов этого оказалось вполне достаточным. Совершенно не похожая работа на картины экранизации того же Стюарта Гордона. На мой взгляд, это один из удачных фильмов по Говарду Лавкрафту. Самобытная и вместе с тем стильная работа под классические фильмы ужасов золотого века Голливуда. И пока современный Голливуд молчит и наблюдает в стороне, собираясь силами, любители берут в руки камеру, снимают со своих счетов деньги и снимают вот такие вот замечательные работы, которые потом с успехом возят по фестивалям. Картина «Шепчущая во тьме» не выходила в кинотеатрах, а после гастролей по независимым показам и фестивалям была выпущена на DVD и Blu-ray. Рекомендую к просмотру и настоятельно рекомендую тем, кто не читал Говарда Лавкрафта. Может быть после просмотра кто-то приобретет сборник его рассказов и откроет для себя ужасающий мир древних богов. Ну вот и все на сегодня. Всем спасибо за просмотр. Оставляйте комментарии. Подписывайтесь на канал. Удачи!